Вампиры, залива и ляг. Том 2. Неизвестный автор. Часть 2. В первой главе моей истории я рассказал, как я стал вампиром и о моем первом убийстве. В то время как то, что моей первой жертвой стал друг меня прежнего, может и должно на самом деле ужаснуть читателя, насколько я понимаю, такие убийства далеко не единичны. Я оставил снежно-белое тело в переулке и побежал в единственное место, где я неким странным образом чувствовал себя в безопасности – в склеп. В течение первой пары дней моей несмерти я морил себя голодом, размышляя о своей судьбе. Я заново открыл свои способности и обнаружил, что я стал более сильным, быстрым, выносливым и ловким, чем раньше. Будучи рыцарем, я мог только наблюдать, как могущественные маги владеют такой силой, которая ныне была в моем распоряжении. Позже я выяснил, что у меня есть кое-что и помимо магии и возросших способностей. Например, абсолютный иммунитет к болезням. Это очень помогло, когда я был в городе охваченном чумой. Я также обнаружил, что у меня есть слабости. Я не мог долго выдерживать свет солнца. Воздействие солнечных лучей дольше нескольких секунд вызывало ужасное жжение. Мне также причинял боль вход в храмы и в другие места поклонения. Но хуже всего, конечно, была моя жажда крови. Если я не убивал теплокровное создание, раз в ночь я не выпивал его кровь, меня грыз голод, а раны и не исцелялись, сколько бы я не отдыхал. Должен признать, что было время, когда мне нравилось быть кровососущим ночным существом. Нет ничего невозможного в том, чтобы жить только ночью. Просто это время от времени доставляет неудобства. И я не должен был каждую ночь убивать людей. Просто теплокровных созданий. В орках была вкусная, наваристая кровь. Крысы немного сладковаты для единственного мяса, которые ты ешь за ночь. Бервольфы – настоящее угощение, двойственный привкус человека и зверя, настоящая услада гурмана. Первый месяц после моего превращения в вампира был лучшим временем в моей жизни. Однажды ночью я получил письмо от кого-то, кто назывался семьей. Полный любопытства я пошел в таверну навестить его и узнал о существовании того племени вампиров, которому принадлежал. Монталеоне. Мне было обещано, что когда я вернусь, исполнив определенные обязанности для семьи, этот человек в трактире будет учить меня пользоваться вампирскими способностями и умениями. Хотя мне никогда и не сообщались подробности, я подозревал, что кланы вампиров различаются. В основном, по географическому положению и возможностям. Клан Монталеон единственный имел дар телепортации, но и у остальных восьми были свои уникальные возможности. Мой ментор, он обычно минувал себя так, поздравлял меня после каждого исполненного мною задания и постепенно стал доверять мне все больше и больше. Если я его спрашивал, он рассказывал о новейших объединениях Монталеона, которыми они манипулировали, которых они выслеживали. Именно тогда я начал в конце концов бояться. Они и все их конкурирующие кланы высасывали кровь из самого Тамриэля. Я был в панике. Я стал искать лекарства. Но нигде не смог я найти какую-нибудь книгу или хотя бы намек на то, что от вампиризма можно избавиться. Поэтому я решился убить себя. Но я хотел потянуть за собой Монталеон. Я присоединился к противоборствующим гильдии и эффектно провалил все данные мне задания. Я думал, это восстановит моего ментора против меня. Но он только стал более молчалив, меньше стал длиться информации, однако никакого рукоприкладства и никакого насилия. Это его не заботило. Возможно, что таких вампиров, как я, он видел и раньше. И поэтому никогда не нападал на меня. Бессмертный может позволить вечное терпение. В конце концов, он вообще отказался давать мне какие-либо задания. Он даже перестал разговаривать со мной, но никогда не покидал своей таверны. Я мог приходить и уходить, а он наблюдал, но никогда ничего не говорил. А так было и когда я получил другое письмо. Некоторые из нас, вы в этом убедитесь, прежние вампиры знают, что и где нужно искать. Мы терпеливы, мы постигли это при нашей нежизни. Мы наблюдаем и слушаем, и тайно контактируем с вампирами, желающими сбросить проклятие. Это реально, но очень сложно. Это очень опасно, но когда вы прокляты, единственная реальная опасность в том, что нет никакого спасения.